Для этого возраста очень важно, чтобы человек был ориентирован на то, что это не что-то космическое, что мужчина и женщина, они созданы для того, чтобы быть друг с другом, что это такие же естественные события, когда ты приглашаешь кого-то, любишь кого-то, когда хочешь о ком-то заботиться, когда о ком-то думать. А вот с возраста от 45 лет и дальше, опять-таки это не мои мысли еще раз, это мысли Эрика Эриксона, одного из самых знаменитых психологов. И после этого возраста, от 45 до 60 лет, там у него ощущение своей значимости происходит. То есть человек начинает понимать, что ему нужно что-то для семьи, нужно что-то оставить, нужно что-то кому-то дать, нужно... И вот если ты пропускаешь сексуальность, то у тебя проблема, чтобы что-то дать, она может быть очень извращена. То есть ты можешь ничего не дать. Поэтому очень важно идти навстречу, если вам до 41 года, идти навстречу, если кто-то зовет. Идти, дружите там, если кто-то делает предложение. Если там кто-то моргает, то пусть. Если кто-то желает вас, пусть ухаживает, пусть смотрит, пусть любит, пусть встречает. Там что угодно. Это важно, потому что это пути. И, конечно, когда человеку некогда, он не создал семью, или семья неудачная, и он потом боится, изолирует себя, не может справиться со своими душевными компонентами, то, конечно, такой человек, он не будет эзотерикой заниматься. Как же ей заниматься, если там гормоны, если там сексуальные гормоны, если вся голова занята, и с кем жить, и так далее. И это, конечно, очень сложно, там нужно еще и не жить, не выживать, не жить, а выживать, и еще и потом после 40 уже болезни появляются, и так далее. Уже что-то оставишь, в чем твоя значимость. В чем ваша значимость? Нужно было определяться до 18 лет. Как раз возраст с 11 до 18, это самоопределение значимости, что я могу этому миру что-то дать. А там с 10, по-моему, до 13, это время, когда нужно говорить ребенку, что усердие самое важное, потому что усердие даст тебе в дальнейшем возможности. Вот это так я по Эриксону пытаюсь воспитывать своих детей. Очень удачно получается, вы знаете, это очень интересная модель. Если вы не знакомы с ней, купите книгу и почитайте. Этапы Эриксон, 1921 год, и книга его называлась «Этапы психического развития личности». Очень интересная, рекомендую. Есть это, наверное, в Ютубе, можно найти, скорее всего, эти лекции кто-то читает. Я бы тоже мог, я знаком с этим.